На верфи «Звезда» в Приморье может быть размещен заказ на строительство четырех дизель-электрических ледоколов. Их введение в эксплуатацию позволит высвободить более мощные атомные ледоколы для работы восточной части Севморпути. Летом 2023 года верфь уже успешно вывела из сухого дока два судна ледового класса. Танкер «Челнок Арк-6» Валентин Пикуль и танкер «Газовоз» СПГ класса Арк-7 Сергей Витте. Что подчеркивает ее возможности и высокую загрузку. Иллюстрацией к этим достижениям служит фото от «Звезда». Во время спуска на воду атомного ледокола Якутия на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал о «планах на будущее для верфи «Звезда». Он особо отметил значимость создания суверенного крупнотоннажного грузового флота, которое обеспечит полное использование Северного морского пути, ключевой транспортной артерии страны. Министр также сообщил, что сейчас портфель крупных заказов включает 26 судов. А перспективные планы загрузки «Звезды» до 2037 года предполагают строительство еще 92-х ледово-грузовых судов для нужд Севморпути. Также активно развивается производство критически важного судового оборудования на российских предприятиях. Для этой задачи Минпромторг выделяет отдельные субсидии, в рамках которых 47 отечественных компаний ведут разработку 89 видов необходимого оборудования. На мой взгляд, планы по развитию верфи «Звезда» и производство ледоколов и судов для арктических условий открывают возможности для более независимого судостроительного сектора и укрепления позиций России в Арктике. Диверсификация типов судов и развитие промышленности обеспечат стране автономию в сфере морских перевозок и усилит роль Севморпути как «стратегического маршрута». Продолжение следует...